Всем привет! Сегодня мы снова с вами вспомним о домодекозе, поговорим о нем немножко, что это такое, как он появляется, как с ним бороться и нужно ли бороться, а может иногда и не нужно с ним бороться. Вспомним, что у нас вообще происходит вокруг нас, как можно его подцепить внезапно и что вообще мы хотим с этим делать дальше. Демодекс. Это клещ, который живет на коже практически 80% населения Земли, то есть с большой долей вероятности, если вы обитаете в средней полосе, он у вас на коже есть. В принципе, он не страшный, то есть ничего плохого он сам по себе не делает. Проблемы начинаются, когда вы по каким-то причинам начинаете болеть. Если у вас снижается иммунитет, если у вас появляются какие-то эндокринные нарушения, нарушения, проблемы скорее с ЖКТ, дисбактериозы, еще какие-то проблемы, тяжелые боли проблемы с кожей или вообще в принципе системные проблемы. В такой ситуации демодекс может повести себя как не очень дружелюбный сосед и вызывать различные воспаления. Наиболее часто такое ощущают подростки. У них на коже он тоже живет, но поскольку подростки в период гормонального нестабильного созревания имеют все шансы получить акне, и у них часто появляются акне, в анализах у них часто также на коже мы можем найти и демодекс. Казалось бы, он там и до этого жил, но сейчас он почему-то вызывает вот такие жуткие проблемы. Красные пятна, шелушение, зуд на коже, маленькие прыщики на коже появляются. Что с этим вообще, почему это так происходит? Хотя казалось бы, ничего особо не поменялось. На самом деле, демодексу очень важно, очень нужно, чтобы было много питания. Если у вас кожа не очень жирная, нормальная, вы достаточно часто пользуетесь косметическими средствами специальными, увлажняющими, делаете скрабы, всячески чистите кожу, шанс того, что он будет у вас долго жить на коже, он не очень большой. Точнее, его популяция будет просто маленькой. Как только появляется большое количество, скажем так, еды для демодекса, он начинает активно и бурно размножаться. Если при этом еще и нарушена так называемая колонизационная резистентность кожи, то есть те микроорганизмы, которые населяют кожу, не способны защитить ее от каких-то дополнительных агентов, то он начинает очень бурно размножаться, а продукты его выделения, продукты его жизнедеятельности, вызывают тяжелую аллергическую реакцию. Отсюда вот эти красные пятна, отсюда вот эти шелушения. А все это присутствует на коже. Поскольку глаза, у нас тоже веки глаз покрыты кожей, поскольку у нас на веках есть ресницы, которые также демодекс очень любят, у нас есть аналог сальных желез на коже вверх, есть брови, там тоже демодекс любит селиться. Иногда он селится там даже в первую очередь. То есть на коже его может быть очень мало, а вот на ресницах, на зоне бровей его может быть много. И первые жалобы очень часто у пациентов с демодекозом – это жалобы на покраснение век, края век особенно, складка век, кант наружный. Может краснить немножко, немножко чесаться, появляются какие-то маленькие трещинки на коже, мелкие шелушения. Человек, как правило, не обращает на это внимания, он думает, что, ну, наверное, кожа обветрилась, особенно зимой. Ну, давайте я ее поможу каким-нибудь увлажняющим средствам, там, кремом каким-нибудь. Это не помогает, это не работает. Вот, поскольку увлажняющее средство, оно не борется с демодекозом. Оно, наоборот, помогает еще ему подпитаться в плане того, что какие-то вещи, особенно там, комедогенные средства, они, наоборот, позволяют ему быстрее расселяться. В такой ситуации очень важно обратиться к врачу и показать, сдать анализ, посмотреть, есть ли там клещ или нет. Как мы можем заподозрить у себя, например, сидя дома, заподозрить, что у нас у кого-то там демодекс. Первое – это раздражение кожи вверх. То есть оно будет не связано с каким-то приемом препаратов каких-то лекарственных, не связано с аллергией пищевой, например, как это могло бы быть, не связано с бытовой химией. То есть это абсолютно самостоятельное состояние. Будет в первую очередь беспокоить зуд. Зуд у внутреннего или наружнего угла глаза. При этом без каких-то грубых выделений. То есть может какая-то слизь выделяться, но, в принципе, все будет очень неплохо. И когда мы еще это можем заподозрить, если у нас на веках появляются сначала маленькие-маленькие чешуйки такие. Это говорит о том, что кожа плохо работает. Там есть кто-то, кто ее ест. И появляются вот эти чешуйки. Особенно часто они могут появляться в помещениях, где есть много пыли. Демодекс, он любит, скажем так, пыльные помещения. Ковры и так далее. И если в офисе есть уборщица, которая может пройти с пылесосом, все это собрать, выкинуть, то дома вы сами отвечаете за то, что вы делаете. Соответственно, все ковры должны быть пропылесошены. В идеале, если есть возможность сделать влажную уборку, влажную чистку ковров, тоже нужно провести. Подушки, одеяло, все, что контактирует с лицом, полотенце, все, что контактирует с кожей, тоже желательно все прокипятить, почистить, помыть и так далее. Животные не так часто переносят демодекоз на человека, хотя у животных тоже бывают демодекозы, но у них все получше с иммунной системой зачастую, поэтому они гораздо реже этим болеют. И если вы видите у какой-нибудь собаки демодекоз, значит, ей очень-очень плохо. У человека это возникает все гораздо быстрее. Что мы еще можем сделать, не доходя до врача? Особенно сейчас, когда у нас в условиях пандемии поликлиники перегружены и, в принципе, не очень-то хочется идти в очередь с кашляющими, чихающими людьми, мы можем дойти как минимум до аптеки. В аптеках есть средства, которые, в принципе, можно использовать до похода к врачу. Это не гормональные средства, это не антибиотики, это средства конкретно для лечения демодекоза. В частности, блефорогель-2. Блефорогель-2 в своем составе содержит серу, которая блокирует нормальную работу, скажем так, выделительной системы клича демодекса, не позволяет ему нормально жить и, тем самым, уменьшает популяцию клича. Уже через месяц применения блефорогеля-2 человек может почувствовать облегчение. В принципе, в первые уже даже полторы-две недели чувствуется, что стало намного легче. Все это нельзя пускать на самотек, то есть вы один раз все это в домашних условиях пролечили, убрали чешуйки каким-нибудь средством, блефоролосьоном, например, с ромашкой, которая еще и воспаление снимает. Или блефорочищение тоже замечательно снимает, загрязнение, в том числе косметику. Вообще косметикой, конечно, при демодекозе лучше какое-то время не пользоваться, чтобы быстрее все это проходило. Но если нет такой возможности, то хорошо тщательно очищать, чтобы у клича не было субстрата для развития, чтобы ему было меньше еды, грубо говоря. Это то, что мы можем делать самостоятельно. Когда вы дойдете до врача, скорее всего, первые рекомендации у вас будут примерно такие же. Плюс можно, естественно, добавить более тяжелые средства, акарицидные средства также, различные примочки, болтушки, дерматологи используют для этого, и антибактериальные препараты. Чем опасен демодекоз? Чем он неприятен? Во-первых, само по себе это физически неудобно. Когда что-то чешется, глаза краснеют, веки краснеют. Это некрасиво, это неприятно, неудобно. Хуже что? Хуже то, что на раздраженную кожу легко садится дополнительная инфекция. Любые бактерии, они могут провоцировать дальнейшее воспаление, могут вызывать тяжелые блефориты, которые приводят к нарушению работы века, к появлению язвочек на веках, к появлению рубцов последующих после заживления этих язвочек. А это уже достаточно большие проблемы, которые иногда приходится даже хирургическим путем лечить. Поэтому, казалось бы, маленький клещ, казалось бы, такой лапушка, наш сосед, можно сказать. Но, тем не менее, за ним надо внимательно следить, не пускать его на самотек. А если самостоятельно вы уже не справляетесь, то обязательно обращайтесь к врачу. И будьте здоровы! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok